22 февраля в Иванковской школе состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти ее выпускника Вячеслава Цыганова, погибшего при исполнении служебного воинского долга в спецоперации на Украине. Отдать дань памяти и уважения подвигу земляка собрались родные и близкие герои, друзья, представители администрации, общественности, педагоги, обучающиеся школы. Выступающие говорили о героическом выборе русского воина и о том, что Вячеслав будет служить примером отношения к родине для всех учеников школы. Сегодня мы здесь все с вами вместе собрались ради памяти одного человека, памяти человека с большой буквы, героя нашего муниципалитета, нашего сельского поселения, нашего района и нашей страны. Он настоящий сын своего отечества, который доказал, что мы все должны с вами жить в мире. Мы сегодня собрались ради одного человека, а он собирался, уходил на фронт ради нас всех. Вечная память героя. В связи со сложившейся ситуацией в стране и на Украине не мог остаться в стороне. Пойду помогу нашим, говорил он и пошел. Он был приписан водителем в состав 252-го гвардейского, мотострелкового, орденов Суворова и Александра Невского полка. Принимал участие в специальной военной операции. Погиб 3 сентября 2022 года в селе Долгенько Харьковской области, попав под минометный огонь. За проявленный героизм в ходе спецоперации был награжден орденом мужества посмертно. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну погибшего, Владимиру Вячеславовичу Цыганову, который тоже выбрал профессию военного. Это поступок героический и очень патриотичный. Мы с ним на эту тему разговаривали неоднократно. Я спрашивал, хорошо ли он подумал. Он говорит, да, я принял такое решение. Пацаны молодые, 18-летние, гибнут, ничего в этой жизни не видели. Я не могу оставаться дома, сидя на диване, что-то комментировать, что-то делать. Я должен быть там помогать. У меня есть опыт, и я должен быть там. Это были его слова. Жизнь продолжается. Он ушел со спокойной душой, понимал, что все будет дома хорошо, что все начинания, все дела будут продолжены. Собравшиеся почтили память воина минутой молчания, возложили живые цветы к установленной мемориальной доске в честь героя. И вот этот, казалось бы, простой русский человек не мог остаться, конечно, равнодушным и по зову своего сердца пошел добровольцем защищать нашу землю от неофашистов на Украине. И понимаете, казалось бы, простой, незаметным он был учеником и шаловливым, и баловливым, но истоки своей семьи он знал очень хорошо. Было у него трудное детство, но он сумел сохранить в своем сердце потребность приходить на помощь любому, кто в этом нуждается. Я очень благодарна тем, кто выступил с такой инициативой, что открыть в нашей школе мемориальную доску. И она, проходя, говорят, мимо, всегда будет напоминать каждому ученику, что героем становятся простые русские люди. И вот этот патриотизм, любовь к родине, она живет во всех нас. Спасибо Славе. Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде школы навечно останется мемориальная доска. Каждый ученик школы, каждый педагог, каждый человек, вошедший в это здание, будет знать, что здесь учился герой, что здесь, в этом поселке, живут его родственники. Светлана Баварская, Виталий Усгренко, Сфурманов ТВ.